Постоянное отключение света, вода с запахом из-под крана и слабо утепленные трубы. Жители улицы 2-й школьной станции Селезни так живут уже несколько месяцев. Несмотря на то, что по квитанции за каждую услугу люди платят сколько положено, коммунальные проблемы только растут. С просьбой разобраться в ситуации жители обратились к нам в редакцию. Сюжет Яны Ильиной. На улице 2-й школьной станции Селезни несколько домов, в основном трехэтажные. Все жители знают друг друга в лицо и общих тем для разговоров у них предостаточно. В основном это тема ЖКХ, например, водоотведения, вернее его отсутствие. Вот такая картина здесь в каждом подвале. А по квитанции за канализацию люди платят больше, чем за водоснабжение. Шлют квитанции, ставят суммы, ставят кубы, расшифровки никакой нет. Мы не знаем. И мы платим за квартиру, платим я за квартиру. В ЖКХ идешь, они говорят, от колодца. Мы там делать ничего не будем. Он дом нас не касает. И от колодца там не чистить нифига. А воду, которая идет из-под крана, не то что пить нельзя. Ею, признаются жители, даже руки мыть страшно. Смотрите, вам вынесли. А здесь постоит она вообще на дне. Только что набрали. На дне, на дне. Вот, пожалуйста. Чистая тряпочка была. Видите? Вот такую воду. Этот участок обслуживает рассказовский филиал Тамбовской сетевой компании. Но того, что обычно называют обслуживанием, здесь не было. И с приходом данной компании и не появилось сетуют жители. В старых аварийных домах весь ремонт они делают за свой счет. Однако, как пояснили в администрации Тамбовского района, ошибки в этом никакой и нет. Дело в том, что некогда администрация местного сельского совета включила данные дома в программу капитального ремонта. А вот способ управления выбирали сами жители. ТСЖ, управляющая компания или непосредственное управление. Из предложенных вариантов жители выбрали последний. Тем самым взяв на себя полную ответственность по содержанию, обслуживанию и сохранности жилого фонда, в котором они проживают. Но помимо этого у жильцов все равно много вопросов, которые непонятны. У нас индивидуальное отопление. Об этом никто не подумал, не пришли с нами, не поговорили, не сказали про эти счетчики. Нас поставили перед фактом, что нам поставили такой-то счетчик. За 12 месяцев мы должны выплатить. Зачем мы должны платить за этот счетчик, который считывает горячую воду? Такой счетчик есть в каждом доме. Однако, по словам местных жителей, установили его без представителей того или иного дома, не предоставив никакой инструкции и технического паспорта прибора. В Тамбовскую сетевую компанию жильцы неоднократно писали, но ответа так и не дождались. Правда, как пояснили в администрации Тамбовского района, такие счетчики жильцы каждого дома должны были установить до июля прошлого года. Этого сделано не было, а потому счетчики компания поставила самостоятельно в соответствии с законом. Однако проблем все равно еще много. Когда у нас отключается электроэнергия, у нас одновременно отключается башня, водоотведение не работает в КНС, и зимой, соответственно, котельные. И мы очень долго сидим без воды, без вот этих услуг. Причиной тому, пояснили в администрации, были плохие погодные условия. Однако теперь проведены все соответствующие ремонтные работы, и перебои с электроэнергией должны прекратиться. Трубопроводы тепловых сетей, которые сейчас находятся вот в таком аварийном состоянии, скоро будут приведены ресурсы, снабжающие организации в надлежащий вид. В плане работ на этот год, по подготовке к зиме, у данной организации эти виды работ включены. И до начала отопительного сезона эти работы организации будут выполнены. Чтобы снежный ком проблем, который сейчас существует у жителей станции Селезни, немного уменьшился, нужно лишь набраться терпения. Яна Ильина, Денис Ноздрюхин, Артем Друдский, Область новостей.